В этом году АвтоВАЗ празднует сразу несколько больших юбилеев. Первый – это собственное 50-летие, 19 апреля 70-го года. Заводской конвейер тольяттинского автогиганта покинули первые предсерийные автомобили марки «Жигули». Это было 6 седанов ВАЗ-2101, собранных почти вручную. В последний день октября собрана 10-тысячная машина марки «Жигули». Обязательство автозаводцев к 24-му партийному съезду выпускать 400 машин в сутки. А в конце сентября этого года случился уже производственный праздник. Из ворот завода выехал 30-ти миллионный автомобиль. Им стала огненно-красная «Лада Гранта». Притом не совсем обычная, а в специальной комплектации «Клаб». Любопытно, что юбилейный экземпляр не будут продавать или дарить, как это часто делают другие бренды. Уникальная «Гранта» пропишется в заводском музее марки «Лада». К слову, там же стоит и первая выпущенная заводом «Единичка». Вдобавок «АвтоВАЗ» похвастался несколькими производственными достижениями. В частности, российский автогигант провел большую модернизацию линии сварки, где делают кузова пятидверных внедорожников «Лада 4х4». Площадь сварочной площадки уменьшили в четверо, при этом линия, по которой проходит кузов, стала короче. Часть операций теперь выполняется на одном посте вместо нескольких. Кроме того, выросла автоматизация процессов. На линии появились сразу шесть сварочных роботов. Они заменили людей, до этого вваривших кузова вручную. Это значит, что качество пятидверных внедорожников обещает стать заметно выше. Еще одна новость из Тольятти. «АвтоВАЗ» внедрил на Вестах более дешевые колесные ступицы. Узел из нового материала обходится производителю на 24 рубля дешевле прежнего. Соответственно, с каждого автомобиля набегает 96 рублей экономии. Не густо, но при умножении на годовой объем производства получится около 15 миллионов рублей выгоды. Опытная партия изделий прошла серию испытаний, которые подтвердили. Ресурс и качество деталей соответствуют запросам. Все работы заняли около полугода, и сентября такие ступицы уже ставятся на автомобили семейства Lada Vesta. Более дешевый металл также планируют использовать при изготовлении ступиц для платформы B0. Напомним, что на ней построены не только Lada Largus и Lada X-Ray, но и модели Renault, Logan и Sandero, которые также выпускает АвтоВАЗ.